Всем привет! Меня зовут Алена, и сегодня мы вместе с Алей снимаем для вас видео «Вопрос-ответ». И также можете перейти, а лучше даже не можете, обязательно переходите на канал Али. Там будет видео «За и против» вместе со мной. И Аля прекрасный человек. Я хочу сказать, что из Парижа, но понимаю, что сейчас это уже будет немножко неактуально. Да, ну, еще непонятно, откуда я, но пока в душе я все еще из Парижа, поэтому... Да, и если вам хочется насладиться атмосферой Парижа, прекрасной Франции, то обязательно переходите на Сашин канал. У нее очень много шикарных-шикарных-шикарных видео. Вот. А сегодня мы начнем с того же, с чего мы начали первые записи этого видео, это с того, как мы познакомились. Мы познакомились в Инстаграме. Я написала Але, когда была в Париже, и мы встретились. Я была безумно-безумно рада. Еще раз повторю это, потому что, правда, прекрасный человек, и это прекрасно встречать новых, хороших людей в вашей жизни. И сейчас Аля в Петербурге, и мы снимаем это видео, чему я тоже очень рада, и спасибо тебе за это огромное. И тебе спасибо. Я тоже очень рада нашему знакомству. Мы классно провели время в Париже и в Питере. Теперь ты мне показываешь тут места. Да. И мы уже начали говорить о самодостаточности. Что ты подразумеваешь под этим словом, и считаешь ли ты себя самодостаточным? Для меня самодостаточный человек, во-первых, это тот, ну, спорно, наверное, каждый для себя сам решает, что, если им как бы что-то подразумевать под этим, для меня самодостаточный человек, он, во-первых, умеет быть наедине с собой, вероятнее всего, он финансово независимый. И, скорее всего, что еще? Уверен в себе, но уверен. Считаешь ли ты себя самодостаточным? На пути. Угу. В процессе, окей. Есть ли какой-то совет, который ты можешь дать в пути, так скажем, обретения этой самодостаточности? Ты вопрос задаешь. А вопрос, кстати, был в этом, я просто решила к нему подойти. Хорошо, так. Я тоже недавно это говорила, что если кто-то, где это, мне кажется, знаешь, часто говорит, может быть, даже родители такие бывают, и бабушки, дедушки, которые говорят, успокойся, не беги там за своими особыми мечтами, целями, здесь хорошо, не дергайся. Вот таких людей слушать не надо, потому что все абсолютно реально, и ко всему абсолютно можно в этой жизни прийти, достаточно только желания и сделать хотя бы первый шаг к этому, потом уже все закрутится, завертится, вот. Поэтому не сидите на месте, что-то делайте, и вы будете самодостаточны. Так звучит, но в целом это совет такой, просто по-жизнему совет. Да, я бы еще сказала, что не бойтесь оставаться самим собой, думать о себе, спрашивать себя, что вам нравится, что-то пробовать новое, опять же, спрашивать себя, говорить с собой. Важно понимать то, кем вы являетесь, и примерно представлять, кем вы хотите быть. И вот выстраивать эту цепочку от точки А, в которой вы сейчас находитесь, и в точку Б, куда вы пойдете. То есть вы должны понимать, какие, например, качества вам бы хотелось приобрести для того, чтобы чувствовать себя более, я бы сказала, именно свободным от внешних обстоятельств, от людей, которые вас окружают. Что если кто бы вас, например, не покинул, мало ли что может произойти, вы не чувствовали, как будто от вас откололи часть. Да, вам будет человека этого не хватать, но вы должны оставаться целым. Да, ты знаешь, когда люди говорят, две половинки, ну, как мы можем быть вообще изначально половинкой? Ну, изначально одно целое. Да, да, да. Вопрос про стресс. Много ли стресса в твоей жизни сейчас? На данный момент, ну, как бы, я могу сравнивать только с тем стрессом, который у меня уже был. У него, конечно, было очень много в период сессии, и я как раз-таки думала, что вот сейчас я закончу универ, стресс пройдет, но нет, на самом деле, он просто, он до сих пор есть, просто по другим причинам, и я сейчас с ним стараюсь справляться, потому что я понимаю, что у него не настолько много причин для этого стресса, что, возможно, я сама себе его создаю, и вместо того, чтобы сидеть, нервничать и переживать, можно взять и ставить список, да, и начать решать эти проблемы. А знаете, вот тоже мы с Сашей рассуждали на эту тему, на тему того, что мы переживаем много, и мне Саша сказал такую прекрасную вещь, Алена, у тебя прекрасные проблемы, радуйся им. Типа, есть проблемы намного более сложные, намного более страшные, которые невозможно решить, поэтому радуйся тем проблем, которые ты имеешь. У многих они такие, что я вчера ехала, и я, не помню, я о каком-то бреду, знаешь, так думала, типа, блин, ты чего вот это, вот, вот, чего вот это, и я думала, блин, Алена, Алена, типа, take it easy, и все окей. Вот, поэтому подумайте не только даже о том, как решать эту проблему, сначала ощутите ее величину, то есть, возможно, на ней такая большая, какая вы ее напридумали, и не поймите ее реалии. Тогда будет намного проще ее решать, и, возможно, вам даже не нужно ее решать, вам просто можно с ней жить. Вот, поэтому. Тоже верно. А Шуэд, собираешься ли ты возвращаться в Париж? Я думаю, что на постоянной основе, блин, мне так сложно говорить, потому что сейчас вот как раз еще нескольких месяцев решается все, но, скорее всего, я буду там появляться довольно часто, вот, но не буду жить вот прямо на постоянной основе, потому что, в принципе, мне там нравится, но на данный момент я не хочу там пустить корни и все, там, развивать какую-то карьеру, нет, мне, в принципе, кроме там видео, друзей, каких-то таких развлечений, мне делать там нечего, поэтому я не вижу смысла составлять контракт, там, минимум на год на жилье, платить большие деньги за то, чтобы просто существовать в Париже, когда можно поездить, мир посмотреть. А что ты думаешь вообще о том месте, который ты хочешь называть домом? То есть я просто думаю, что ты и Ригу уже не можешь называть своим домом, по крайней мере, в будущем. Я думаю, ты там просто не хочешь жить? Не знаю, если честно, нет, Рига для меня все равно всегда останется домом, мне кажется. И где бы я ни жила, я бы очень хотела иметь дом прямо в Риге. Ничего себе. Да, ты знаешь, я много думала о том, где бы я хотелась, чтобы росли мои дети. И если честно, мне бы хотелось, чтобы они росли в русскоязычной, до какого-то возраста, чтобы они росли в русскоязычной среде, и потом их уже, может, будет нам в другие страны отправлять. Да, потому что, ну не знаю, у меня тоже много, почти все мои родственники уехали, и дети, то есть там мои племянники, мои двоюродные, троюродные, они рождаются в других странах, и они там уже американцы или немцы. И мне бы хотелось, чтобы все-таки вот мои потомки считали себя в первую очередь, ну я не знаю, кем, но русскими латвицами минимум, чтобы говорили на русском. Да, да, на самом деле. На самом деле интересно, я почему вот так заговорила именно о доме, я не знаю, смотрела-то или нет, видео Макса Листова. Вообще куда-либо. Я видела его видео, но ты про конкретно. Последнее, последнее видео он запустил, и он там говорит о том, что он наконец-таки почувствовал, что он дома. Я чувствую, что он в Фукете. Ничего себе. Да, но он нашел девушку, ему там хорошо, там фрукты и все такое, по-моему, больше ничего не надо. Ну, не суть. Суть в том, что я тоже на самом деле задумываюсь о том, что бы я хотела называть своим домом. И сейчас, например, меня тоже спрашивают, да, ты хочешь оставаться в Петербурге, там, планируешь покупать квартиру и так далее. А я понимаю, что здесь хорошо, но только на данный момент. То есть дальше будет больше, и дальше мне захочется почувствовать именно то чувство, которое возможно чувствуют мои родители, живя в России, может быть, даже в Добрянке. И я понимаю, что это, скорее всего, будет не это место, и я хочу искать то место, я хочу поездить. Да, я вообще не знаю, как можно решить что-то, не сравнивать это с чем-то. Да, да, поэтому нужно обязательно, мне кажется, поездить по путешествиям. Я очень рада, что ты едешь, ну, как бы хочешь этот год посвятить тому, что ты посмотришь этот мир, что это необходимо для, мне кажется, вот для чего-то внутреннего, что ты такой, так, тут мне это не очень, тут вот люди и что-то тут, еще что-то тут. Ну да, конечно, на короткий период тяжело так прочувствовать, но все равно, это будет, опять же, что, для размышлений, так скажем. Вот, поэтому я очень надеюсь, что к тебе где-нибудь в Риге, не, не в Риге, а куда, ты вели, да, будешь какое-то время? Ой, я сейчас не хочу ничего загадывать, у меня ничего не решено, билетов никуда нет, я вот пускаю все на смотрю. Если что, я к тебе куда-нибудь присоединиюсь, потому что я тоже очень хочу в этом году куда-нибудь еще съездить, я чувствую огромное желание, я думаю, мы с тобой пересечемся в каком-нибудь еще городе, это будет прям супер, как круто. Я мечтала об этом, я мечтала о том, чтобы снимать на типа влог во влоге, это случилось. Я очень мечтаю с кем-нибудь встретиться в стране, в Европе, просто мечта сбудется, я верю. Давай последняя вещь, о которой мы с тобой поговорим, она актуальна, я думаю, для тебя и для меня, это мотивация, что ты под этим подразумеваешь, где ты ищешь, если это можно как-то так представить? Мотивация вот для меня, мотивация, это когда я просыпаюсь с утра, и мне хочется встать с кровати, вскочить и прямо начать заниматься своими делами, начать снимать, начать писать, что угодно. Вот последний, например, месяц, неделя, наверное, три, у меня ее не было, я вставала, вернее, у меня вообще не хотелось вставать, я лежала в кровати, просто заставляла, связалась, вытаскиваю. Вот для меня вот пребывание в такой мотивационном, как это сказать, мотивационном состоянии, оно начинается с утра, и оно длится весь день, я не так, что ты там «О, мотивация!», начинаешь что-то делать, то есть это целое состояние, и откуда оно берется, для меня очень влияет мое ухажение, кто меня окружает, люди, которые сидят, ноют, все равно так, ничего не делают. Есть такие люди? Все, мотивация, мне надо либо бежать, либо просто, ну, не знаю, второе, это погода, вот сегодня, сейчас солнышко выглянуло. Но в целом, если я просыпаюсь от утренних лучиков света, вот особенно в Париже, в начале весны у меня так в комнату заходил свет, вот именно в начале весны, летом больше такого не было, и прямо лучики света на столе, я просыпалась рано, заваривала чашечку кофе, и вот прям что-то читала под этим светом. Вот это было очень классно. Потом также меня мотивируют другие люди, которые, не обязательно, как с которыми я живу, но вот что-то, люди, которые что-то создаются. Тот же самый YouTube-канал, те же самые видео. Если я вижу вот, что человек что-то сделал, мне кажется, а почему я не могу это сделать? Да, я на самом деле согласна, но вот в моем случае проснуться с утра с мотивацией, это одно, но у меня Саша долго спит, и когда его не было, когда он был в Добрянке, я снимала два видео до 8 утра, то есть я не могу, я утром максимально вот меня трясет, у меня такое ощущение, что я, не знаю, литр кофе в себя втащила, и меня прям штырит конкретно, я могу, мне кажется, свернуть все горы, которые только есть, подняться на любую скалу и так далее, но это только утром, буквально до 9 утра у меня такая хитра. Саша спит до 10, чтобы вы понимали, мне очень тяжело, и я очень хочу снимать видео, может быть, знаешь, типа на кухне или еще что-то, я не знаю, что уже делать, ты сейчас, что думаешь, что-то я сплю на 10, у тебя там где-то, а, не, мой Саша, вот, и получается, у меня такой диссонанс, я долгое время, мне было тяжело с этим справляться, я такая, блин, Саша, да что ты так долго спишь, да что ты, да что ты, но потом я приняла тот факт, что, блин, это просто его режим, это нормально, и если я не могу ничего изменить, я подстроюсь, и буду это все менять по-другому. И я эту энергию начала сейчас выфлескивать, я хожу в зал, стараюсь делать это сейчас регулярно, и получается я что-то делаю для него, и делаю какую-то работу, которую я делаю, например, после видео. Опять же, это монтаж тех видео, которые уже у меня для этого сняты, это, знаешь, как картинку сделать для видео, вот это все расписать, это, казалось бы, мелочи, но то, что занимает время. И как бы ты это делаешь заранее, и потом, то есть, ты как бы восполняешь тем самым это время, и мне стало легче, то есть, я поняла, как реализовывать себя, и у меня вот эта вот энергия внутренняя, она сохраняется, и вообще, в принципе, с вашей мотивацией, мне кажется, нельзя нигде найти, то есть, ну, вы не можете посмотреть там одну картинку, и она пришла, и для меня это вот состояние. Да, 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 ты это чувствуешь внутри, и ты просто херачишь, 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 еще разхерачишь, потому что, блин, тебе кайфово от этого, и это потрясающее чувство, и его нельзя нигде найти, вы просто чувствуете его, и если вы хоть раз в жизни его почувствуете, вы будете, мне кажется, его снова ловить так или иначе, или стараться приблизиться к тому, чтобы его снова поймать, потому что это капец, это как наркотик. Мне тяжело его держать еще. Да, 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 но... Иногда такой, вроде бы, час вот появилось, а потом сел и такой, и всё, и не хочется. То есть, мне кажется, ещё надо научиться, знаешь, вот, это состояние сохранить. Ну, да. Потому что слышала про то, что мы берём, кто-то мне сказал, что мы берём взаимопостояние самого себя? Нет. То есть к нам приходит, например, какая-то идея, ну вот пришла к нам какая-то идея, мы хотим что-то сделать, и мы прям получили всплеск эмоций, о том, что мы это сделаем, что это всё получится, и всё классно. И если ты сразу же не начинаешь это делать, ты когда-то откладываешь, то ты, как бы, получается, взял взаимопостояние самого себя, потому что ты получил этот всплеск эмоций, которые тебе предназначаются для того, чтобы это всё осуществить. Но если ты этого не делаешь, ты, получается, как бы взял долг, а потом тебе надо отдавать. И потом, когда ты начинаешь это уже делать не вот в этом порыве эмоций, ты уже заставляешь себя, и тебе это будет тяжелее становиться. Поэтому не начинайте всё сразу, как только приходит это вам на ум, и как только вы чем-то загораетесь. Потому что даже уборка, типа, когда ты захотел убраться, ты встаёшь и начинаешь убираться, и тогда всё проходит минимально с моральными потерями, я бы сказала, и ты от этого чувствуешь хорошо себя. Так и с мотивацией. То есть хотите заняться видеоблогом, сразу садитесь и снимайте видео. Хотите заняться блогом, инстаграме, садитесь, пишите, фотографируйте. Сразу это делать. Пока вы будете думать, вашу мечту исполнить кто-то другой. Понимаете? Поэтому делайте, делайте, ещё раз делайте. Вот мы взяли, списались и встретились. Да. И сделали это. Вот. Спасибо тебе огромное, правда. И тебе спасибо. Вот, всё. Мы говорим вам пока-пока. Переходите на Алин канал, чтобы посмотреть снова ещё одно наше видео. Всё. Целуем, обнимаем и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok